Перед вами гордость собрания Череповецкого музейного объединения иконы из Воскресенского Горицкого женского монастыря, которые датируются XVI веком. В подписной книге XVII века, в которой описываются иконография и иконы Горицкого монастыря, мы можем очень точно найти описание иконы Покрова, она там была одна в Воскресенском соборе. Про иконы Умиления сказать так точно мы не можем, потому что икон Умиления в соборе было более 20. Привлекает нас, конечно, и очень точное исследование иконописному подлиннику иконографии Владимирской иконы Божией Матери, но и особенности иконографии именно нашей конкретной иконы тоже вызывают очень большой интерес. Связано появление такой дивной иконографии по преданию русско-православной церкви с именем иконописца Луки, апостола Луки, который писал когда-то первую икону по преданию Пресвятой Богородицы. Появление таких икон, я думаю, что созвучных с иконами, которые оформляли кремлевские и московские соборы, связано с тем, что постриг в монастыре принимают две именитые боярыни Ефросинья Старицкая и Иоанья Полоцкая. Они были замужем за дядьями Иоанна Грозного и от всех больших семей после расправ Иоанна Грозного остались только вот эти вот боярыни, но зато им разрешено принять постриг и взять на строительство и благоукрашение монастыря средства боярских родов. Я думаю, что мы с вами видим иконы, которые писаны московскими мастерами. Мы с вами видим очень тонкое решение лика с нежными чертами, с плавными линиями. Мы видим, что эта икона Владимирская очень точно соответствует иконописному подлиннику и уводит нас в глубь веков, когда по преданию Русской Православной Церкви иконописец и евангелист, апостол Лука писал с Пресвятой Богородицей еще при жизни первую икону Владимирской Божией Матери. На Руси она называется Владимирской, потому что она связана с прославлением именно города Владимира, среднерусской земли, куда ее из Вышгорода приносит Андрей Боголюбский. Вначале она была в Боголюбской резиденции Андрея Боголюбского, а затем уже, когда строится Успенский собор во Владимире, она переносится туда. Я думаю, что для нас в музее видеть такую прекрасную икону, которая относится к большому, очень серьезному, очень красивому иконографическому типу умилению, конечно, большая радость. Пресвятая Богородица нежно, ощущением чудной близости держит на руках своего Божественного Сына, который прижимается к ней щекой. Вот это вот жест, который мы переводим как умиление, он и вызывает нас это чувство, но если точнее перевести вот это слово илиус из греческого, оно переводится как милующее. Божья Матерь не только милует своего сына, она понимает, сколь велика жертва его и ее и всего мира, который приносит жертву Сына Божия во имя искупления грехов людей. Поэтому она милует через Сына Свою и всех людей, всех, кто стоит перед иконой, и всех, кто горячо перед ней молится. В нашем случае мы видим и прекрасное цветовое сочетание охристые фаны, чуть более теплые, более яркие одеяния и облачения младенца Христа. Мы видим на иконе сохранившийся прекрасный золотой асист, то есть настоящее сусальное золото, которое прикрепляется после нанесения темперной краски на иконы. Но особо вызывает какое-то непосредственное чувство. Нимбы при Святой Богородице и младенце, они вот такого красивого голубого цвета, и причем нимб ланденца очень точно накладывается на ним при Святой Богородице, и они сливаются, вот эти вот необыкновенные нимбы сливаются в таком вот общем сиянии, в общей любви. Икона прекрасно украшена басменным окладом. Это золоченое серебро, и вот такое драгоценное убранство икоды показывает, ее особое почитание в Горицком монастыре, и особое внимание, которое уделяли именно этому образу. Найти место в иконостасе или на клиросе Воскресенского собора этой иконы при Святой Богородице пока не представляется возможным, потому что иконография умиления очень часто встречается в отписной книге, в резничной описи Горицкого монастыря. Таких икон было более 20, поэтому мы понимаем, что это одна икона, одна из множества прекрасных икон, которые когда-то наполняли собой Воскресенский Горицкий монастырь. Но время Иоанна Грозного возвращает нас к сугубому почитанию царя и государя именно иконы Владимирской Божьей Матери, которая находилась в Московском Кремлевском соборе. Когда он отправлялся в свои военные походы, он молился именно перед тем образом. И когда возвращался, он тоже благодарственно и молебно служил перед Владимирской иконой Божьей Матери. И в его завещании Владимирская икона Божьей Матери называется «Держава русской заступления». И я думаю, что такое почитание именно в это время Владимирской иконы Божьей Матери явилось, наверное, одним из прекрасных поводов заказать такую икону для Воскресенского Горицкого монастыря. Субтитры создавал DimaTorzok